В прямом эфире Краснодар сегодня в студии Кристина Сорокина. Здравствуйте! Чем запомнился последний рабочий день на этой неделе, узнаете в ближайшие полчаса. А теперь коротко о главном. Песни о старом. В местах большого скопления людей продолжают проверять наличие масок. Как пассажиры соблюдают режим в коммерческом транспорте. Росгвардейцы в школах Краевого центра. Запланированная проверка или спасательная операция? Расскажем в выпуске. Пляжный футбол, теннисные корты, волейбол. Кажется, что я в спортивном районе. Куда отправился наш корреспондент испытать свои физические способности? Расскажем. День рождения у него, а подарочки раздают нам. Как в Краснодаре готовятся к празднику российского триколора. Сегодня с утра Краевую столицу накрыл легкий дождик, который немного омрачил горожанам начало последнего рабочего дня на неделю. Но потом вышло солнце. Такая переменчивая погода продолжалась до конца вечера. Прогнозы синоптиков сбылись. Столбики термометров не поднимались выше 26 градусов со знаком «плюс». На выходных ситуации изменится в лучшую сторону, но убирать зонтики далеко вам не советую. Возможно небольшие кратковременные осадки, но вероятность их мала. В связи с тем, что фронтальный раздел, который будет присутствовать на территории края, сместится намного южнее. Этот уикенд порадует нас не такой жаркой погодой. Температура воздуха в Краевой столице будет в районе плюс 30. Скорость ветра не превысит 11 метров в секунду. Похоже, летний зной нас потихоньку покидает и в Краснодаре начинаются приятные деньки. Как избавиться от пробок? Где сделать новый парк? И какими должны быть жилые микрорайоны? Эти вопросы сегодня обсуждали на встрече губернатора Краснодарского края и молодых архитекторов. Они приехали со всей России, чтобы изучить опыт Кубани и поделиться своими идеями. Подробности в сюжете. Я архитектором стал, потому что мне родители дали лего-конструктор. Я очень люблю, из него собираюсь все подряд. Местами ровантичную, но сложную профессию эти парни и девушки полюбили еще в детстве. Молодые архитекторы из 29 регионов России собрались в Краснодаре. Все они участники федеральной образовательной программы «Архитектор РФ». Кубань в этом смысле наглядный пример того, как менялось отношение к благоустройству отдельных городов и всего Краснодарского края. За последние 8 лет только самострою здесь стало меньше 8 раз. Пока не будет сноса, они не остановятся. Поэтому, когда мы начали сносить, сносить все равно Сочи, Геленджик принципиально. Потому что, если мы не снесем, мы оставим надежду этим самостройщикам, что они все равно через людей будут продавливать власть. Не будут. Не будут. Эта позиция сегодня моя и всех. Край – это не вот эта вакханалия остательная, которая была. Некоторым из присутствующих нет и 30, но кто-то уже работает в проектных бюро, кто-то у себя дома в муниципальных администрациях. Возможность пообщаться с руководством одного из ведущих регионов России. Отличный опыт для профессионального роста. Как предложение мы хотели рассмотреть возможность создания особо охраняемых территорий, либо оригинального значения, либо местного значения, для защиты природного достояния вашего края. Только в одном Краснодаре около 500 парков мы поставили на кадастр, как объекты рекреации. А за 4 года, за 4 года в крае более тысячи, более тысячи стало особо охраняемых территорий. Более тысячи. Потому что на самом деле край такой, он же курортный. А курорты требуют сохранения вот тех красивых зеленых зон, которые и влекут сюда отдыхающих со всей страны. Поэтому больше тысячи мы практически создали особо охраняемых природных территорий. Мы приоритеты должны расставлять, и мы расставляем. Принципиально, порой жесткая позиция, то, чего иногда не хватает главным архитекторам городов или районов. Согласовывать документы для разрешения на строительство, они в первую очередь должны помнить об интересах жителей, замечает губернатор. На Кубани, к тому же, удалось создать систему градостроительных советов, где треть мест у общественников. Как архитекторам работать во власти и с ней, этот опыт Краснодарского края для собравшихся оказался чуть ли не главной темой. Поэтому новые идеи и проекты молодые специалисты пообещали обязательно прислать, но попозже. Конечно, существует, скажем так, некий разрыв между достаточно талантливыми архитекторами и администрациями. Потому что очень многие ребята хотели бы попробовать свои силы, но зачастую очень тяжело попасть на такие проекты. Поэтому, возможно, есть смысл создать какую-то такую площадку, куда любой архитектор мог бы спокойно закидывать свои идеи, предложения и проекты. Эта встреча не просто так. Мы должны были познакомиться, посмотреть друг друга в глаза. Давайте ваше предложение. Мы принесем их к губернатору, он одобрит и будем двигаться. Много сегодня говорили о развитии системы общественного транспорта, грамотном создании новых жилых микрорайонов. Тем более, что Краснодарский край в лидерах по объемам взаваемых квадратных метров в стране. В регионе за последние пять лет пересмотрели градостроительную политику и теперь никаких точных объектов, только комплексное проектирование. Мы ничего не можем строить, если вот это жилье не обеспечено местами в детских садах, в школах, если нет рядом скверов, парков, парковок, детских площадок, если рядом нет. Если бы сегодня понастроили микрорайоны, там не то, что нет бульваров или проспектов. Там просто машины разъезжаются, пропуская друг к другу, прижимаясь к обочине. Разве это современное строительство? Что-либо исправить, когда уже понастроили, очень и очень сложно. Поэтому на ваших плечах огромная ответственность строить так, чтобы потом уже и ваши горожане, с кем вы живете, не возмущались вот этому настроенному, именно настроенному. Это огромная-огромная ответственность. Многие проекты по благоустройству в крае реализуются по федеральной программе создания комфортной городской среды. За четыре года в порядок приведут около тысячи объектов от парков и скверов до общественных пространств. На это выделено 7 миллиардов рублей, но деньгами еще надо правильно воспользоваться. И здесь как раз нужны грамотные архитекторы. А пока одни собираются строить, другие разбирают. От центра и до самого пригорода в поселке Индустриальном сносят незаконно возведенный многоквартирный дом по улице Степной 11. Сегодня утром судебные приставы совместно с сотрудниками управления муниципального контроля администрации города приступили к демонтажу трехсекционной многоэтажки. При поддержке краевой прокуратуры мы продолжаем планомерную работу по ликвидации самовольных построек на территории кубанской столицы. В том числе следим за тем, чтобы в нашем городе не появлялись незаконные многоквартирные дома. В поселке Индустриальном застройщик грубо нарушил все нормы и правила. Мало того, что срок действия разрешения на строительство давно истек. Он начал строить дом более чем в два раза большей площади, чем было указано в разрешении. Специалисты управления муниципального контроля выявили незаконную строительную площадку еще в 2016 году. Вместо односекционного трехэтажного дома площадью около 400 квадратных метров застройщик начал возводить трехсекционный жилой дом почти под 900 квадратных метров и еще один площадью 370 квадратов. После многолетних разбирательств суд постановил снести самострой. И так как застройщик это решение не выполняет, демонтажем занялись специальные службы. До дня знания осталось 10 дней. Все школы Краснодара готовы принять учеников. Росгвардейцы проверили их безопасность. Насколько внимательно трудятся сотрудники частных охранных предприятий, работающих непосредственно в школах и обеспечивающих безопасность детей. Соблюдают ли инструкции, не пускают ли посторонних. Обращается особое внимание на инженерно-техническую укрепленность объекта, работоспособность средств охраны, системы видеонаблюдения и кнопки тревожной синаглизации. Также провели небольшие учения, проверили время приезда и правильность действий бойцов групп быстрого реагирования вне ведомственной охраны Росгвардии после нажатия тревожной кнопки в школе. Идем дальше. Неожиданный рекорд, а точнее антирекорд. По официальным данным, за последние сутки в Краснодаре выявили 56 случаев заболевания коронавирусом. Такого количества за время пандемии у нас в городе еще не было. Всего в крае обнаружено 89 зараженных, самому старшему 81 год. Второе место в этот раз не за курортным Сочи, а за соседним северским районом. 8 человек там узнали, что ковид мимо них не прошел. Пополнилась сегодня и совсем печальная статистика скончавшихся от вируса. Три пациента не смогли побороть болезнь. А вот количество заболевших в краевой столице должно не обескураживать, а наоборот настраивать на отпор коварному недугу. В продолжении ковидной темы все пассажиры Краснодарского общественного транспорта уже выучили на зубок. Зашел в салон, надень маску. Рейды по соблюдению санитарной безопасности в городе перестали быть чем-то диковинным. Они проходят каждый день, а вместе с их количеством в краевой столице, кажется, выросло и число аллергиков. И если одним действительно плохо, другие безо всяких симптомов из-за зрения совести пользуются обстоятельствами и прикидываются больными аллергией. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и рекомендациями Роспотребнадзора усилен контроль за соблюдением масочного режима. Сейчас все водители и кондукторы проинструктированы о недопущении пассажиров без маски в салон транспортных средств. Если у пассажира нету с собой маски, он может взять маску кондуктора или водителя, если он ее не хочет одевать или брать, соответственно, в салон транспортного средства он не будет допущен. К счастью, в нашем городе таких немного. Большинство серьезно относятся к законам и эпид-ситуации, из-за которой без маски в транспорт не войти. Ну потому что так говорят, что надо одевать маски. Ну да, боюсь заразиться, потому что у меня уже возраст пенсионный, я медицинский работник и осложнение, знаю, что это такое на самом деле, поэтому я всегда нашу маску с собой. Потому что так говорят. Или потому что есть понимание всей серьезности ситуации. У каждого пассажира свои основания, чтобы надеть маску при входе в транспорт. Без этого сейчас не обойтись, ведь контроль за соблюдением масочного режима усилен. В Краснодаре продолжают дезинфицировать общественные места. Утром обрабатывают остановки, подъезды, детские площадки и транспорт. А когда город засыпает, принимаются за дороги и тротуары. Чаще всего моют общественный транспорт. Салоны дезинфицируют перед выходом на линию и после возвращения в депо. А обработку поручней и дверей проводят на конечных остановках. Всего обрабатывают почти 500 единиц общественного транспорта, 1219 остановок, 280 километров дорог, 70 детских и спортивных площадок и 15 подземных переходов. К другим темам. Территория добрососедства. Как краснодарские общественники налаживают мосты солнечной Абхазии? Как реализовывается проект президентского гранта? И какую пользу он приносит жителям кубанской столицы? Расскажет Татьяна Зеленова. За несколько недель до объявления карантина Наталья и еще 39 кубанских общественников успели съездить в Абхазию. Это путешествие было лишь первым этапом проекта «Краснодар-Сухум. Территория добрососедства». Мы были в некоторых молодежных организациях. И мы решили, поскольку у нас тоже есть молодежная организация, это молодежный клуб «Оберег», мы решили познакомить молодежь Сухума и Краснодара. И я думаю, в этот раз это удастся. Вторым этапом проекта стал ответный визит абхазских гостей к нам в Краснодар. Для них устроили двухдневный семинар. В первый день обсуждали планы и обменивались идеями. В субботу для гостей проведут экскурсию по Краснодару, а в воскресенье они отправятся домой. На этом сотрудничество не окончится. В плане третий этап предусматривается уже поездка в Республику Абхазию в количестве 80 человек. Это также представители общественных организаций Краснодарского края, как в частности города Краснодара. И с творческими коллективами мы едем в Республику Абхазия. Такие мероприятия стали возможны благодаря президентскому гранту. В этом году его выиграл Краснодар. Представители Центра национальных культур со своей общественно полезной программой выступили в фонд президентских грантов. И эта программа, направленная на развитие сотрудничества, выиграла. Краснодарцы и Абхазы тесно связаны друг с другом. Более трех тысяч студентов из этой республики учатся у нас сегодня. Да и кубанские туристы обожают отдыхать в Абхазии. Поэтому дальнейшее сотрудничество очень актуально. Татьяна Зеленова, Анастасия Некас, Алексей Попов, телекомпания «Краснодар». В каждой шутке есть доля серьезности. Краснодарские КВНщики умеют не только смешить, но и общаться по делу. Накануне к ним на встречу пришел Евгений Первышев. Говорили о том, что клубы веселых и находчивых нужно развивать. И школьные, и студенческие. Кубанская столица – город молодых. По официальной статистике, в Краевом центре проживают до полумиллиона детей и молодежи. КВН – это то, что может объединить их и вывести на новый уровень. Краснодарским ребятам нужно развиваться. Для этого необходимы сцены и площадки. КВН – это все-таки юмор, это шутки, это звук хороший. Ну, то есть, что-то недопонял, ты уже не понимаешь, в чем там был прикол. Конечно, зал, тем и удобен. Но если есть желание использовать городские сцены, а не ваши, пожалуйста, пользуйтесь. Говорят, что в Краснодаре первая встреча клуба веселых и находчивых состоялась в 1974 году в Первомайской роще. За 45 лет КВН и его производные достигли в стране такого уровня популярности, что их развитие в нашем городе – это и престиж Краевого центра в том числе. На сегодняшний день другие кандидаты избирательного объединения информацию о проводимых мероприятиях в адрес редакции не направили. Сейчас ненадолго прервемся на рекламу, а после продолжим. Оставайтесь с нами. День рождения у него, а подарочки раздают нам. Как в Краснодаре готовятся к празднику российского триколора. Пляжный футбол, теннисные корты, волейбол. Кажется, что я в спортивном районе. Куда отправился наш корреспондент испытать свои физические способности? Расскажем. Посетить выставку «Мариниста» или пешую экскурсию по городу. Чем занять свой досуг на выходных, знает моя коллега. Это Краснодар. Сегодня мы продолжаем. День рождения. И к своему, и к чужому готовятся по-разному. А если это день рождения флага российского, завтра именно такой праздник. Официально он называется немного по-другому, но смысл его остается тем же. 22 августа граждане России отмечают День государственного флага. А за день до него в Краснодаре началась акция, посвященная этому празднику. На улицах краевой столицы молодые люди, волонтеры, раздавали прохожим трехцветные ленты. Я думаю, что государственный флаг для каждого гражданина нашей страны значит очень много. Не зря этот день мы отмечаем. Мы, молодежь, которая живет в этом городе, должны также знать, помнить все символы, все события, которые происходили в нашей стране. И обязательно их отмечать активно, молодежно, ярко и красочно. Отмечать этот праздник тихо и спокойно или вот так, по-молодежному, решает каждый сам. А пока можно просто взять из руки волонтера маленький триколор. На одной из улиц Краснодара их разбирали охотно. Яркие ленточки брали и взрослые, и малыши. Дети в таком возрасте, возможно, пока не понимают, что значит этот кусочек материи. Но это временно. Будут расти, все узнают, все поймут. И когда-нибудь ручка их сына или дочери потянется за маленьким символом флага. В преддверии праздника мы с коллегами тоже решили устроить небольшую акцию. Точнее, проверку знаний и попросили людей на улице красные назвать цвета российского триколора по порядку. И вот что из этого вышло. Россия, белый, синий, красный. Смешно, да? Тебе смешно, а мне нет. Белый, красный, голубой. Это французский, да? Говорил. Ну, белый, синий, красный. Ой, нет. Я очень невнимательна. Белый, синий, красный. Синий, белый, красный. Нет? Белый, синий, красный. Ой. Что? Да, наверное. Снизу вверх? Да. Красный, синий, белый. Белый, синий и красный. Сверху, вниз. Как видите, несмотря на то, что некоторые путались или отвечали неверно, большинство жителей и гостей города отчетливо представляют, как выглядит один из главногосударственных символов нашей страны, что не может не радовать. Пятеро сотрудников Краевого управления МЧС за свои заслуги сегодня получили повышение по званию, а еще восьмерых наградили. Мероприятие в ведомстве приурочили ко дню российского триколора. Капитан Олег Авражко работает в пожарной охране с 2008 года. Сегодня ему вручили награду за то, что в ноябре прошлого года тушил лесные пожары в северском районе Краснодарского края. Это служба на благо защиты граждан нашей страны. Я считаю, что для каждого офицера в первую очередь защита, безопасность нашего народа должна быть самым главным фактором. Сегодня у нас мероприятие посвящено государственному флагу Российской Федерации. Парадный расчет главного управления сегодня поднял три флага. Это флаг Российской Федерации, флаг нашей Кубани и флаг МЧС России. Завтра в городе пройдет еще больше праздничных мероприятий, так что в выходные краснодарцам можно смело планировать прогулку по центральной улице города, естественно, соблюдая социальную дистанцию и масочный режим. И еще немного полезной информации для тех, кто предпочитает культурные выходные в городе, поездкам на побережье. Куда можно сходить и что интересного увидеть в мире краснодарского искусства в ближайшие дни, узнайте из нашего культурного дайджеста. В музее и галерее «Особняк» в эти выходные намечается сразу два интересных открытия. Первое в субботу, 22 числа. Это старт выставки известного краснодарского художника, лауреата премии Василия Кандинского и Леонардо да Винчи Юрия Пономаренко. Называется экспозиция «Морская любовь». В нее вошли 25 живописных марин, написанных за последние пять лет, а также эмоции и настроения от увиденных Черного и Адриатического морей, Атлантического и Индийского океанов. Второе открытие состоится здесь же в воскресенье, 23 августа. Это будет персональная выставка Людмилы Горниченко, председателя Краснодарской региональной организации «Творческий союз художников», лауреата многочисленных городских, зональных, краевых, российских и зарубежных выставок. Вы увидите более 50 произведений живописи, написанных художницей с 2015 по 2020 годы. В художественном музее имени Коваленко продолжается формат летних веранд и пеших прогулок. Накануне гости и жители города могли стать участниками мультимедийной лекции «От мечты к реальности», где рассказывали о том, как маленькая коллекция Федора Акимовича Коваленко стала лучшим художественным музеем Юга России. А уже завтра всех желающих приглашают прогуляться по краевому центру в рамках экскурсии «Советский Краснодар». В галерее «Бронзовая лошадь» всех поклонников современного искусства ждут на выставке краснодарского художника Игоря Михайленко. Его реверс-аверс – это абстракционизм, очень качественный и вполне себе философский. Посмотреть работы и оценить задумку автора можно до 26 августа. Тем временем в Краснодарской художественной галерее «Артсоюз» всех ждут на первую персональную выставку под названием «Кун» от автора Алены Удаловой. На суд зрителей представлены картины из нескольких серий, например, «Рыбы», «Солнце», «Мельница». Работы выполнены в техниках холст, акрил, бумага и смешанная техника. Насладиться ими можно до 27 числа. А в музее Минифелицина можно посвятить время изучению нашей фауны. Здесь открылась и продлится до октября выставка насекомой джунглей. На экспозиции вы встретите живых птицеедов, мадагаскарских тараканов, тарантулов, богомолов и палочников, которые, между прочим, с удовольствием позируют посетителям. Есть у нас в городе еще одно место, которое не перестает удивлять. Накануне открылась новая часть городского парка «Краснодар». Там построили спортивный комплекс с тренажерами, полосой препятствий, столами для тэгбола и множеством полей для различных игровых видов спорта. Подробнее о новинке расскажет мой коллега Сергей Овчинников. Пляжный футбол, теннисные корты, волейбол. Кажется, что в спортивном районе на самом деле это новая очередь в парке «Краснодар». Пока она работает в тестовом режиме, но люди уже полностью ее заполнили. И это не случайно. Яркие вызывающие здания давно интересовали горожан. И вот, наконец-то, это случилось. Стало известно, что цветные кубики прятали от краснодарцев. Профессиональное покрытие, высококачественный инвентарь. Буквально каждый поворот здесь пропитан духом борьбы и соревнований. От мала до велика любой здесь найдет, чем заниматься. Возможно, вы консерватор и предпочитаете такие виды, как баскетбол или пляжный футбол. А если вы любите все новое, и тогда вам все равно сюда. В спортивном комплексе можно попробовать такие виды спорта, как падл-теннис, тейкбол или сквош. Кстати, на поле для первого мы сейчас и находимся. Падл-теннис – это дитя большого тенниса и сквоша. Тут такие же правила. Мячик может максимум один раз удариться о поле, и дальше вы его должны отправить на половину соперника. Но в отличие от любимой игры Рафаэля Надаля, тут можно отправить мячик противнику, просто ударив его об стенку. А тейкбол – это сплав настольного тенниса и футбола. Мячик будет как в пинг-понге прыгать через сетку, а соперники вместо ракеток используют ноги. Но если вы не любите активные игры, можете просто прокачать свои мышцы, отправившись в тренажерную зону. Даже если вам покажется это слишком скучным, можете попробовать свои силы в деле. Сейчас мы находимся в самой безобидной части по названию – это полоса препятствий. Но на самом деле это тот путь, который будет вас заставлять работать физически, проверить вашу ловкость. И если у вас нет хотя бы одного компонента, вы ее маловероятно что пройдете. Как предупреждают сами представители парка, не стоит забывать о безопасности. Многие родители уже приходили с мыслями, что тут все исключительно для детей. Но попробовав самим пройти полосу препятствий, мы можем тоже вас предупредить. Эти барьеры, балки и бревна можно использовать только в спортивной форме. Не стоит рисковать, потому что дорожка и вправду очень сложная. Но вернемся к игровым классическим видам спорта. Два поля для тенниса – стритбол, бадминтонные площадки и песчаный футбол с волейболом. Определенной направленности нет, главное, чтобы было желание играть. Пока эта часть работает в тестовом режиме, но тестовый не означает, что где-то проблемы. Это значит, что сейчас сотрудники выявляют потребности у краснодарцев, чтобы они могли заниматься любимым спортом с комфортом. Сергей Овчинников, Михаил Дроздов, Эльмира Батиева, телекомпания «Краснодар». Открытие аттракциона «Пираты Батавии» ждали почти два года. В мае 2018-го популярную железную дорогу разрушил пожар. И вот она снова ждет посетителей. Давайте посмотрим, как выглядит обновленный аттракцион в городе Руст. Ожидание закончилось. Многочисленные поклонники «Пиратов Батавии» с нетерпением ждут первой поездки спустя два года. Вместе с ними и Кристиан Хаупт, основатель группы «Спасти пиратов Батавии» в одной соцсети. Мы очень рады, что пираты вернулись. Мы также рады, что нас сюда пригласили. Теперь мы с нетерпением ждем увидеть, каково это. Всего через две недели после разрушительного пожара в мае 2018-го года Европа-парк объявил, что собирается восстановить железную дорогу. Да, это неточная копия, но посетители все равно смогут узнать некоторые детали. Для нас было очень важно вернуть Батавию, поставив ее на маршруте. Как тогда еще планировал дедушка, ну, конечно, мы изменили некоторые сцены. Например, больше нет горящего города. Мы немного переписали историю, но повсюду есть узнаваемые черты, которые фанаты видят снова. О да, это же старая часть Батавии. К сожалению, только восемь пиратов пережили огонь. Их можно найти среди ста фигурного аттракциона. Позади почти два года строительства. И, по словам директора парка Роланда Мака, открытие точно в срок – это настоящее благословение в нынешней ситуации с коронавирусом. На первом круге он обнаруживает для себя очень неожиданный сюрприз. Чувствуешь себя, как в музее восковых фигур Мадам Тюсон. И теперь я знаю, почему так произошло. Однажды у нас был победитель Оскара из Новой Зеландии. Абсолютная голливудская звезда, которая сделала 3D-сканирование меня. Я подумал, зачем ему 3D-сканирование меня? Он сказал, что для безопасности в будущем никогда не знаешь. А теперь я знаю. Восторженный первой поездкой на своей старой любимой дороге, Кристиан Хаупт из Райнштеттена едва может дождаться второго круга. Это сложно описать. Это невероятно. Мне нравится железная дорога. В ней осталось много элементов от старых пиратов. Привлекателем этот аттракцион делает еще и запах, который нельзя передать. Аттракцион гигантский. Мы снова собираемся туда пойти и прямо сейчас. Более 10 тысяч участников все еще состоят в группе Facebook. И это спустя два года после разрушения аттракциона. Из этой группы выросло большое сообщество, которое, по словам Кристиана Хаупта, останется даже после открытия новых пиратов. Напоследок вновь о спорте. Сегодня стало известно, что президент Краснодарского клуба «Локомотив Кубань» Андрей Ведищев вошел в состав руководящего органа Российской Федерации баскетбола. А как живет спорт в краевой столице, расскажем в нашем спортивном дайджесте. Снова потери очков. В рамках пятого тура Суперлиги женский Краснодар боролся против Енисея. Но матч завершился не в пользу подопечных Татьяны Зайцевой. После финального свистка на табло горели цифры 1-0 в пользу красноярок. Теперь горожанки максимально близко расположились к шестому месту чемпионата. Поэтому черно-зеленым пора включать все скорости и начинать добывать очки. Следующий матч как раз может стать стартом победной серии. 26 августа наши девчонки дома сыграют с соперницами из столичного Чертанова. Стартовый свисток прозвучит в 17 часов. Планируем провести воскресенье у телевизора. Футбольный клуб «Кубань» на этих выходных поборется в Таганроге с местным «Форте». Матч пройдет в рамках третьего тура первенства профессиональной футбольной лиги. На данный момент подопечные Андрея Гордеева расположились на первой строчке в группе. Но любое поражение может выбить черно-желтых из стройки лидеров. Смогут ли кубанцы забыть обидное поражение в Кубке и продолжить победную серию в чемпионате? Узнаем с вами по истечении 90 минут 23 августа. Первый удар по мячу будет в 19.00. А вот кому действительно не повезло с болельщиками, так это гонбольному клубу «Кубань». Первый домашний матч краснодарских дам пройдет без зрителей. Несмотря на разрешение администрации Краснодарского края заполнять трибуны на спортивных матчах на 10%. Поддержать свою команду болельщики не смогут до тех пор, пока во Дворце спорта не установят кварцевые лампы, обеззараживающий воздух. Первый домашний поединок состоится во вторник, 25 августа, в Краснодарском Дворце спорта «Олимп». И до встречи на Главном городском.